История этой нацистской преступницы поражает и сегодня. Ильза Кох уникальна тем, что подвиги ее и супруга поразили даже верхушку Третьего Рейха. Родилась будущая палач в Дрездене. Милый ребенок в детстве даже получил кличку Ангел от постоянных посетителей библиотеки, где маленькая Ильза часто проводила свободное время. Девушка, повзрослев, мечтала устроить свою жизнь, поэтому выучилась на бухгалтера. Однако для материального благосостояния этого оказалось совсем недостаточно. К счастью для Ильзы, в 1934 году она познакомилась с членом нацистской партии и эсэсовцем Карлом Кохом. Молодые люди, почувствовав взаимную симпатию, остались вместе. А Ильза, как верная подруга, решила сопровождать возлюбленного, куда бы его не отправила судьба. А судьба в 1936 году отправила Карла Коха комендантом в концентрационный лагерь Зекценхаузен. Его спутница жизни устроилась там же, на должность бухгалтера, два года спустя. В Зекценхаузене Кох быстро получил титул одного из самых отъявленных садистов, избивая заключенных плеткой, в которую были вставлены куски бритвенных лезвий. Выжигал клейма, любил пытать несчастных тисками. Ильза, наблюдая за этим, нисколько не возмущалась, а наоборот, жадно впитывала новые для себя ощущения. В 1937 году Кох был замечен и переведен в Бухенвальд, где ему следовало практически с нуля создать новый концентрационный лагерь. И вот здесь уже рука об руку с Кохом была и его дражайшая супруга. Многие заключенные вспоминали, что Ильзу Кох боялись гораздо больше, чем ее мужа. Она любила прохаживаться по лагерю, выбирая случайную жертву, которую избивала плетью до состояния полусмерти. Однако вскоре этого садистки стало казаться мало, поэтому Эльза завела себе овчарку. Главным развлечением для женщины стало натравливание злобного пца на заключенных, а особенно на беременных. Кох обожала наблюдать за ужасом заключенных и как собачьи клыки рвут тело несчастных жертв. Неудивительно, что среди узников Бухенвальда Кох вскоре получила прозвище «Бухенвальдская ведьма» и «Сука Бухенвальда». Чем дальше, тем изобретательность бухенвальдской ведьмы возрастала. Она полюбила новую забаву — выбрать нескольких заключенных, которых отправляли в штатный зоопарк на растерзание жившим там гималайским медведям. Сама же Кох естественно стояла у клетки, наслаждаясь кровавым зрелищем. Но самым страшным увлечением, которое со временем подыскала себе бухенвальдская ведьма, оказалось рукоделие. Но не в привычном человеческом понимании, а именно извращенное и кровавое. Кох стала выбирать среди заключенных тех, у кого на теле были нанесены татуировки. Отобранных умерщвляли путем смертельной инъекции. Затем кожа снималась, проходила обработку и передавалась Ильзе Кох. Все заключенные знали о страсти садистки к татуировкам, поэтому специально резали себя, чтобы испортить рисунок, либо даже стремились попасть в газовую камеру, чтобы рисунок окончательно испортился. Известен случай, когда в концентрационный лагерь попала артистка из французского кабаре, у которой на всю спину была сделана очень красивая татуировка. Как только Ильза Кох заметила девушку, ее судьба была решена. Из выделанной кожи несчастной бухенвальдской ведьма сделала себе скатерть. Дальше безумие Кох стало только набирать обороты. Из человеческой кожи она стала шить перчатки, сумочки, даже нижнее белье. Так один из узников, Альберт Гриновский, работавший в морге, рассказал, что женские трусики Кох себе пошила из кожи цыгана. Узник видел татуировку на теле несчастного, которая потом оказалась на нижнем белье Кох. Татуировку, украсившую трусики Эльзы, я видел на спине одного цыгана из моего блока. Врач, выписывавший свидетельство о смерти заключенных, помогал подделывать документы, указывая, что причиной смерти обладателей татуировок был инфаркт. Эльза Кох настолько вошла во вкус своего ремесла, что даже стала переписываться с женами комендантов других лагерей, делясь секретами выделки и обработки человеческой кожи. Больше всего садистка любила делать абажуры, за что вскоре получила одноименное прозвище – Фрау Абажур. Как ни странно, но и ничто человеческое не было чуждо для бухенвальдской ведьмы. Так однажды среди заключенных она приметила высокого и крепкого молодого чеха. По ее приказу мужчину вымыли, несколько дней усиленно кормили, а затем, переодев в строгий костюм, отвели в квартиру Эльзы. Та встретила узника в розовом пеньюаре, намекая на более интимное продолжение. Однако чех отказался, чем сразу же подписал себе смертный приговор. Сначала его жестоко избила Кох, затем мужчину расстреляли. Этим Ильза не удовлетворилась, приказав вырезать сердце несчастного, в котором застряла пуля. Сердце было заспиртовано и стояло в комнате Кох. При свете лампы с абажуром из человеческой кожи, глядя на простреленное сердце Ильза Кох, что невероятно, писала нежные и романтические стихи. Однако безумства семейной четы Кох вскоре стали известны на самом верху. Карлу Коху были предъявлены обвинения в том, что он убил эсэсовца, жаловавшегося на вымогательство начальства, также врача, который тайно лечил Коха от сифилиса. Но самыми удивительными обвинениями были хищение и чрезмерная жестокость по отношению к заключенным. Это действительно уникальный случай, когда палачей обвинили в превышении полномочий палачей. Но если бы это еще могло как-то сойти с рук, то хищение около миллиона марок считалось самым страшным преступлением. Несмотря на все просьбы отправить на фронт и дать возможность искупить вину, Карл Кох был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в апреле 1945 года. Кстати, расстрелян он был во дворе концлагеря Бухенвальд. Ильза Кох сумела выкрутиться, так как прямых доказательств ее вины не нашли, а свои подделки она сумела надежно спрятать. После освобождения Кох уже не получила прежние работы, поэтому постаралась максимально затаиться и не привлекать к себе внимания. Парадокс в том, что ее арест и задержание на какое-то время дали Кох статус борца с нацистским режимом, в котором она счастливо пребывала до 1947 года, пока против нее не были выдвинуты обвинения за преступления, совершенные в Бухенвальде. Однако Кох уверяла, что на самом деле все факты – это оговор сослуживцев, которые мстили несчастной женщине за служебные рвения. Несмотря на то, что Кох была беременна, ее приговорили к пожизненному тюремному заключению. Однако в 1951 году верховный комиссар американской зоны оккупации Лусиус Клей снял с Ильзы Кох все обвинения, заявив, что собранных доказательств недостаточно, а все, что было предоставлено судьбу, не более чем несущественные свидетельства того, что она приказывала кого-нибудь казнить, а ее причастности к изготовлению поделок и статуированной кожи нет доказательств. После настолько странного решения на дыбы поднялись уже немцы, которые не могли поверить, что одна из самых жестоких женщин Третьего Рейха обрела свободу. Даже американский обвинитель Уильям Дэнсон, приговоривший Кох к пожизненному тюремному сроку, был поражен. Это чудовищная ошибка правосудия. Ильза Кох была одной из самых отъявленных садисток среди нацистских преступников. Невозможно подсчитать количество людей, желающих свидетельствовать против нее не только потому, что она была женой коменданта лагеря, но и потому, что это проклятое богом существо. Ради справедливости нужно сказать, что выйдя из американской тюрьмы в Мюнхене, Ильза Кох практически сразу же была арестована немецкими властями, инициировавшими новый судебный процесс. Министерство юстиции Баварии начало активную работу по поиску свидетелей, чтобы собрать бесспорную доказательную базу. В итоге на новый судебный процесс были вызваны 240 выживших узников концентрационных лагерей Зексенхаузен и Бухенвальд. На основании собранных доказательств Ильза Кох была приговорена повторно к пожизненному тюремному заключению. Сама садистка вины так и не признала. Даже в письмах к сыну она категорически отрицала любую вину, заявляя, что только искренне и честно исполняла долг перед родиной. Сын Кох был единственным человеком, который навещал заключенную в тюрьме. Бухенвальдская ведьма во время его последнего визита жаловалась на несправедливость и что стало плохо спать. По ночам ее посещали души погибших узников концентрационных лагерей. Не выдержав возможно постоянных видений, 1 сентября 1967 года Ильза Кох поужинала последний раз, написала сыну прощальное письмо и повесилась в камере на связанных простынях. Сын позднее взял себе девичью фамилию матери Келлер, а в 1971 году даже попытался восстановить доброе имя своей матушки, написав прочувствованное письмо в редакцию газеты New York Times. Однако письмо осталось без ответа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова